Приветствую! Обеспечить военных всем необходимым, чтобы им не пришлось собирать донаты? Не, не наш стиль. Соблюдать действующее законодательство, которое устанавливает порядок призыва во время мобилизации? Не, не про нас. Привлечь к раздаче повесток муниципальную варту, которая не имеет на это никаких полномочий? О, а это по-нашему. Вот об этом сейчас и поговорим. Как мы знаем из новостных каналов, в Запорожье было принято решение привлечь к призыву муниципальную варту. Только, правда, привлечь не в смысле призвать этих хорошо физически подготовленных мужчин и как бы отправить их на фронт. Нет, их отправляют на поиски тех, кого будут призывать. Ну, собственно говоря, ничего нового, все как обычно. Так вот, идея заключается в том, что муниципальная варта вместе с ТЦК и СП будет обходить поквартирно жилые дома. И, как они говорят, будем таким образом устанавливать кто где и искать ухылянцев. Кто, правда, такие ухылянты пока вообще непонятного и закон такую терминологию не использует. Ну, вот, будут искать ухылянцев и вручать этим ухылянтам повестки. И, конечно же, для нас вопрос, а что такое муниципальная варта? Вот что это такое и какими полномочиями она обладает? И, соответственно, какие обязанности у нас, как у граждан, перед этой муниципальной вартой? Мы им что-то обязаны, что-то должны? Так вот, если разобраться с этой муниципальной вартой, то вы выясните, что законодательства о муниципальной варте не существует. Был в свое время такой законопроект, он там несколько лет рассматривался в Верховной Раде и так и не был принят. И что же на сегодняшний день такое муниципальная варта? Ответ прост. Коммунальное предприятие. Коммунальное предприятие. Все. И этим, по сути, все сказано. Это юридическое лицо, которое создано органами местного самоуправления. Ну, это, как правило, городской совет. Вот создал такое коммунальное предприятие. И у этого горсовета масса таких коммунальных предприятий. И там коммунальное предприятие, которое там лифтами занимается, водопостачанием, водоведведанием, теплопоставками и прочее, и прочее. И это все коммунальные предприятия. Предприятия, которые учреждены горсоветом. То есть территориальной громадой. Да, а кто такая территориальная громада? Ну, это же мы с вами, по сути. И вот мы их как бы наделяем полномочиями. Какими полномочиями мы их наделяем? Муниципальная охрана, она создана для того, чтобы охранять. Чтобы охранять общественный порядок. Вот там следить в парках, ходить, чтобы никто не нарушал этот порядок. Да, там не дрался, не распивал алкоголь и прочее, и прочее, и прочее. Вот это задача соответственно муниципальной охраны. Но возникает вопрос, а чего она, охрана, которая призвана меня охранять как члена территориальной громады, будет приходить ко мне домой, стучаться в дверь и что дальше? Возникает вопрос, а обязан ли я открыть им дверь? А обязан ли я им дать свои документы и вообще представиться? А есть ли где-то в законодательстве такая обязанность? И ответ прост нет. На сегодняшний день никакой закон не обязывает человека никому открывать дверь. Ни один закон не обязывает человека предоставить представителю вот этого коммунального предприятия документы. Он не имеет полномочий на проверку документов. И, естественно, никаких полномочий на вручение повестки, на раздачу повесток, тем более на выписывание повесток, конечно же, он не имеет. И в этом смысле возникает одна и та же проблема. Почему? Почему те люди, которые сейчас находятся у власти, не могут у нас разработать какое-то законодательство, которое урегулировало бы порядок призыва, разработать какую-то систему мотивации, чтобы человек действительно сам захотел прийти в ТЦК и ИСП? Почему мы не можем платить зарплату, достойную зарплату и по достоинству обеспечивать военнослужащих? Чтобы не было вот этих выведений за штат, если человек получил ранение, с копеечной в итоге оплатой за это время. Почему мы не можем сделать это? Почему мы не можем хотя бы уже выполнить те законы, которые есть у нас на сегодняшний день? Это риторические вопросы. У меня нет на них ответа. И я не знаю, как исправить эту ситуацию. Вот, знаете, просто сидишь и, что называется, сотрясаешь здесь воздух, желая, чтобы все государственные органы действовали так, как это предусмотрено законом. И, к сожалению, почему-то мы переходим, вот, знаете, как, вместо того, чтобы действовать по закону, мы начинаем что-то придумывать, мы начинаем привлекать ОСББ, мы начинаем привлекать муниципальную варту. Зачем? Для того, чтобы психологически надавить человека? Затем, чтобы человек, услышав звонок в дверь, заглянув там в глазок, увидел, что там стоит куча людей, такие все серьезные в форме, а муниципальная варта, она что же такая в форме, ходит с дубинками, чтобы я как-то этим проникся и там открыл дверь, пал, нинец. Зачем это? Если вы хотите узнать, где проживает человек, так для этого вообще реестры есть, и там все написано, кто где проживает. Есть полиция, у которой есть там определенные полномочия. Зачем мы привлекаем какую-то непонятную структуру? Ну, она понятна, это коммунальное предприятие, но надо посмотреть, конечно, историю в Запорожье, а в Харькове я знаю, чем занималось коммунальное предприятие, которое занимается вот этой муниципальной охраной. И это мы знаем по уголовным делам, потому что там были ситуации, когда людей избивали в парках. В тех парках, где должны были обеспечивать охрану, в итоге почему-то били людей, и были соответствующие уголовные дела. Как муниципальная охрана не пускала там людей в горсовет, мы тоже знаем, и теперь мы их привлекаем к тому, что они будут там разыскивать каких-то мифических ухылянцев. Что тоже непонятно, а что такое ухылян? В законе не вызначено. Подводя итог, что нужно сказать? Муниципальная варта, и она в любом городе, не только в Запорожье, это коммунальное предприятие. А представители этого коммунального предприятия не наделены полномочиями проверять у вас документы, не могут они вручать вам повестку, таких полномочий у них тоже нет. И в этом смысле вот эта вся история с муниципальной вартой, по сути, очередной пшик. Очередной пшик, который сработает только в отношении тех людей, которые не осведомлены о своих правах, не знают о полномочиях этой муниципальной варты, и увидя массу людей в форме, там, с дубинками, вот психологически, скажем так, сдадутся, и будут с ними там выполнять их какие-то требования. И я очень боюсь, что вот это привлечение муниципальной варты, привлечение вот этих людей, которые уже хорошо подготовлены физически, у которых есть дубинки. Кстати, опять же вопрос, почему их отправляют на поиск людей, а не отправляют на службу в армию, поскольку они физически подготовлены для этого. Это тоже еще один из риторических вопросов. Ну, вот, маемомы, что называется, то еще маемо. Друзья, надеюсь, теперь вы осведомлены о своих правах при общении с муниципальной охороной и сможете их отстаивать. Но, и я надеюсь, никто не будет применять к вам физическую силу. Очень на это надеюсь. На этом у меня все. Если вы считаете, что видео было полезным, ставьте ему лайк, подписывайтесь на мой YouTube канал, и вы найдете массу полезных видео. Также приглашаю вас в свой Telegram канал. Ссылочка на него есть в описании к данному ролику. Ну, а я вам пожелаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.